Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна на канале Секреты жизни на даче. Пока у нас зима и пока есть такая возможность, время есть свободное, не заняты мы садом, огородом, мы, значит, подготовку делаем к предстоящему сезону. И у меня все спрашивают, чем я обрабатываю сад от вредителей. В частности, спрашивали от долгоносика, землянику, клубнику, малину, чем обрабатывать. Я уже, конечно, рассказывала, но вот сейчас купила, запаслась. И еще раз хочу вам сказать, для борьбы с насекомыми вредителями очень хорошо помогает вот такое вещество, как аллатар. Но у него большой срок ожидания, имейте в виду, что 20-30 дней нужно до сбора ягод. Значит, когда я обрабатываю? Прямо по весне. Как только снег сошел, вредители начинают, земля прогреваться, клубника, значит, начинает потихонечку приходить в себя, листики отрастать, и все вредители тоже самые просыпаются и вылезают на поверхность. Когда клубника зацветет, уже поздно ее обрабатывать, потому что они, долгоносики, выедают серединку. Они прям под куст откладывают личинки, зимуют они в клубнике, откладывают личинки, и личинки эти выедают серединку, и мы, естественно, теряем урожай. Вот как только сойдет снег, как только начинает просыпаться клубника, земляника, мы обрабатываем всегда вот этим препаратом аллатар. Один раз в год весной. 5 мл, здесь ампулы, дома надо, чтобы они хранились, эти ампулы, чтобы не замерзали. Значит, на 4-5 литра, здесь есть сзади таблица, в которой все указано. Значит, этот препарат, написано, уничтожает 28 видов вредителей. Весь сад можно обрабатывать от насекомых, от гусениц, от белокрылки, от всех-всех-всех. И, в частности, вот клубнику. Больше на клубнике ничем не поможет, кроме вот такого вот средства. Значит, когда вот это вот я сейчас в этот раз покупала, девушка-продавщица порекомендовала еще в комплексе вот такой препарат. Этот препарат Хорус от болезней плодовых культур. И они совмещаются вместе. То есть, это зеленая аптека, можно добавлять сюда ампулу этого, порошок этого препарата. И обрабатывать все вместе, все плодовые культуры саду. То есть, они совмещаются. И будет у нас в комплексе и от вредителей, и от болезней. Здесь написано защита всех косточковых, вишня, слива, черешня, абрикос, персик, яблони, груши. То есть, весь сад мы совмещаем два препарата, убиваем сразу двух зайцев. Говорят, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А вот мы хотим сразу двух убить. То есть, и от вредителей обработать, и от болезней. Клубника же тоже бывает плодовая гниль. Вот, пожалуйста, этот препарат Хорус нам пойдет в помощь. И то, и то мы обработаем. Так что, вот пока есть такая возможность, пока все эти препараты в доступе, пока зима, запасайтесь, чтобы весной мы достанем из-за кромов и все обработаем. Это значит, вот этот я купила и от медведки. Тоже спрашивают, чем боретесь с медведкой? Каким препаратом? Вот, пожалуйста, медведокс. Просто по грядкам раскладываем, рассыпаем. Тут тоже есть инструкция, все написано. Если увидели, где дырочки или там ходы, вот туда, во все эти дырочки, там какие-то такие гранулы, положите, ну и землей присыпьте, приравняете. Потом медведка такая полушальная какая-то, полудохлая, вылазит и бегает. У меня в теплице тепло и сыро, и по весне медведка, в общем-то, иногда вылазит. Вот, поэтому я даже ловлю. По-моему, первый год штук 20 поймала. С чем завезли, непонятно. Может, даже с тем же навозом. Теперь навоз не покупаем такой машинами, мешками, потому что вот как раз в нем медведка и разные сорные травы. На ловоз лучше покупать гранулированный, который уже очищенный от всех трав. В общем, такой специальный. Есть разные куриный, конский, коровий. То есть, смотрите вот на такие вещи. А то тоже будете выводить медведку. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Кому что не ясно, спрашивайте. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok